Друзья, это реальное кино обо всем, и сегодня мне хотелось затруднить в разговорчиках в пути тему, почему в России не нужен квалифицированный специалист в принципе. Потому что общий такой тренд, общая тенденция уже давно нацелена на то, чтобы вместо специалистов в России были люди, которые лояльны, веселые, лояльные, модные и дешевые. Дешевые во всех смыслах. Я сейчас расскажу такую историю, начну ее с того, что, ну, кто смотрит канал, вы знаете, что мы собираем на евхаристический набор, пытаемся, как бы, купить евхаристический набор в храм Богородицы Скоропослушницы при детской больнице. Там служит очень хороший священник, который любит молиться. Я об этом уже рассказывал, не буду повторяться в деталях. Вот любит человек молитву. Не телевизор смотреть, не бежать куда-то там, не выпить, а молитву любит. Бывает такое. И вот он при детской больнице попал служить. И вот, ну, я пытаюсь с вашей помощью ему помогать всячески. Потому что добрым и молитвенникам помогать будут немногие. Почему-то помогают всегда наглым и выскочкам. Те все в шоколаде. А с добрыми всегда они требуют помощи. Нельзя пройти мимо, надо как-то их поддержать. Иначе добрых будет меньше. Ну вот. Пытаюсь купить евхаристический набор туда с вашей помощью. И одна женщина пожертвовала значительную сумму, хотя еще и не объявлял сбор. Говорит, пусть это будет вот за мою семью и чтобы другие люди тоже помогли. Ну, а мне куда деваться? Значит, будем покупать набор уже до вознесения. Нашел я его на Софрино, этот набор. Он должен быть специальный, особенный, что он должен быть на 7075 чаша. Она должна быть внутри с покрытием, которое не реагирует с вином. Потому что посеребрение реагирует с вином, только качественно по золоту. Может не реагирует китонию, не во всех случаях. Там есть вставка из нержавея. Ну, в общем, короче, не буду это рассказывать. 44 тысячи с копейками стоит набор. Купить его можно в Софрино. Пытаюсь я дозвониться неделю уже в Софрино, в рабочие дни звонил вовсе. Я не могу дозвониться. Единственный телефон, который есть на сайте, напротив этого набора, он многоканальный. Нажмите один, нажмите два, нажмите три. Что я только не нажимал, никто трубку не берет. Вот у меня первая специальность авиационного технолога по металлам. Ну, вот этот набор там, потир, чаша сама, диско, созвездица, лжица, копье, два блюдца и две чашечки. Ну, себестоимость его, ну, давайте смотреть на вещи с дрова. Себестоимость его, ну, пусть 7 тысяч, со всеми драгметаллами, которые там используются. Ну, пусть 10, но не 44. То есть 35 тысяч, это идет чистый доход, чистая прибыль предприятия Софрино. Почему я туда не могу дозвониться? Я что, один в России такой, который хочет купить евхаристический набор? Пусть нас 10, это уже полмиллиона прибыли. Пусть нас 100 человек, это уже какие деньги теряет предприятие? Почему? Почему оно отмаршрутизировало звонки так, что дозвониться туда невозможно? Заказ на сайте оформлен, приходит ваш заказ, оформляется, типа, ожидает оплаты. А куда платить? Там ни реквизитов нет, ничего. Сейчас я заплачу им, они трубку не берут. Где его потом брать, этот заказ? Ну, я решу этот вопрос, конечно. Я буду в Москве, заеду либо в Софрино, либо куплю в Сергиевом Посаде, либо... Ну, в общем, решим мы этот вопрос. Деньги ваши, кто жертвует на канал, на развитие канала, они будут в этом евхаристическом наборе, это точно. И мы его точно купим. Ну, если Бог даст, конечно. Точно купим. Но просто сам факт. Вот сейчас вот эта коммуникация у меня, она бесполезна по своей сути, потому что я не могу туда дозвониться. Почему я не могу туда дозвониться? Потому что вместо инициативных людей, которые хотят принести прибыль предприятию, там какой-то шпик-чиновник работает, который работает там за зарплату, за получку. То есть ему все равно, теряет предприятие 45 тысяч или нет. Ему все равно, сколько евхаристических наборов продастся. И у нас это везде в России. У нас не нужен профессионал нигде. У нас не нужен инициативный человек, болеющий за свое предприятие. А у нас нужен лояльный полудурок. Это же давно уже, это же все в исторических драктах написано. Это лояльный, веселый, придурковатый человек за низкую зарплату, который будет в попу целовать начальника и ничего из себя не представлять. Но он будет вот так проваливать работу. И туда я вспомнил одного замечательного человека, звали его Лев Дорофеевич. Ему в этом году 90, не знаю, жив ли здоров. Это бывший прокурор Абхазии. Я случайно с ним ехал в СВ в поезде. Мы с ним почти сутки разговаривали. Интереснейшая личность. Он книгу издал потом, в 2005-м, по-моему. И вот он рассказывал. Он с легким таким акцентом кавказским говорил. А похож на Николая Озерова, на комментатора. Сейчас молодежь будет спрашивать, кто такой Николай Озерова. И он рассказывал, говорит, Александр, вот в Кремлевской больнице там уже делать нечего. Там такие врачи, которые ничего не знают. Они ничего не понимают. Они не умеют лечить. Я говорю, а почему? Потому что там работают дети чиновников. Это престижно. Они не умеют лечить. Так вот у нас везде, везде. В России это новая вообще, новая Россия. Везде работают дети чиновников, которые не умеют учить. И не хотят. Не умеют лечить. Зато не умеют учить. Ничему ребенка в школе не научили. Но зато требуют. На сферу мы зарегистрировали. Требовать научились только. Права у них есть. Обязанностей у них ноль. Не умеют лечить. Не умеют работать в пиар-службах. Вот в пиар-службах работают. Я вспоминаю одну историю. Когда у меня совсем не было денег. Я попросил на знакомого, чтобы он меня познакомил. Организовал встречу с одним человеком. У которого крупнейший завод вообще находится в Паронеже. И он организовал мне эту встречу. И говорит, давайте я возглавлю пиар-службу. Вот тут они не дорабатывают. Тут не дорабатывают. У меня колоссальный опыт. Я не буду рассказывать про свой опыт. Я умею все. У меня своя телестудия. Я могу создать телепрограмму про любую фирму. Я много лет делал программу на государственном телевидении на ВГТРК. Разные программы. Начиная от вертолетов, связей, медицины. Чего мы только не делали. То есть я любую тему сделаю интересно. Я напишу статьи. Я сделаю фотографии. Я буду вести сайт. Я могу вести сложные антикризисные коммуникации. Я долго учился этому. У меня есть специальное профильное образование. И он все это выслушав. Я говорю, ну разгоните вашу пресс-службу, в которой работают 15 человек. Я могу половину их функций взять. Все функции взять на себя. Разгоните бездельников, которые кофе пьют. Он говорит, да, хорошо. Сейчас я приглашу начальника отдела. И приходит начальник отдела девушка. То ли Галя, то ли Валя, то ли Ира. Вот Ира, типа начальника отдела. Вот с ней поговорите. Она вам покажет отдел. И приходит девчонка. Ну не знаю, ей 30 нету, наверное, 27, может, не знаю сколько. Вот такая достаточно стройная, такая очень привлекательная внешность. И она одета в свитер, который ввязан в крупную-крупную клетку. Панно это, наверное, на блузку надевается. Но у нее надето на голое тело. И видно пупок у нее через эту крупную клетку. То есть такая почти в сантиметр клетка. Вот форму пупка видно. Лифчик какой надет видно. И я смотрю на эту Иру и понимаю, что даже если я штаны сниму, то я не конкурент Ире. И второе. Ира работает там не потому, что она гениальный специалист по пиару. А почему-то по-другому. Мне почему-то показалось, из-за чего-то другого Ира там работает. Ну вот она показала отдел. Там людей, которые сидят в наушниках за компьютером, не отвлекаясь. Думаете, что мне там делают. И так далее и тому подобное. Ну и он говорит, ну он с ней решает насчет трудоустройства 30-35 тысяч. И у нас везде работает вот эта Ира. Вот Никифор везде этот работает. Которая... Никифор в других местах работает. Ира это отдельно. А вот она везде работает. Это Ира или Галя там. Которая вот в крупную клетку. И она специалист в другом, видимо. Видимо очень талантливый специалист. Я помню, кто пришел на мое место в Центр Телеком. Я не буду называть эту девушку, чтобы ее не обидеть как бы. Но Чукчин не писатель, Чукчин читатель. То есть там 10 спортсменов посоревновались. То есть такие какие-то интересные обороты в тексте. То есть она не пиарщик. Она маркетолог. Она кто угодно. Но она не специалист. Я не видел ни одной статьи про проводной телефон. После того, как я ушел из Центра Телеком. Ни одной статьи в СМИ, которая бы как-то пропагандировала проводной телефон. На который затрачены колоссальные средства. И он действительно обладает перед сотовым своими преимуществами. Но сейчас он умирает. Есть шквальный отток. Потому что это невыгодно. А это дорого. Я видел перепечатанные какими-то филиалами сибирскими мои статьи. Которые перефразированы. Но я вижу, что это писал я. Почему в компаниях вместо специалистов работают дилетанты? Почему... Пресс-служба, кстати, развалена полностью сейчас. Я не знаю, она вообще действует или нет. Почему в компании проще взять лояльного дурака, чем специалиста за деньги? Это и в епархии то же самое было, когда мы начинали работать. Там... Вот у них такой принцип. Они возьмут 10 электриков. Чтобы сделать нейрохирургическую операцию, нужно взять одного нейрохирурга. А они нет. Нейрохирург, он с амбициями. Он специалист. Он не будет в попу целовать нас. Он не будет падать ниц, когда митрополит идет по коридору другого этажа. Он будет знать себе цену. А такой не нужен. Нужно 10 лояльных электриков, и пусть они делают нейрохирургическую операцию. Они не умеют, не могут. Тогда мы наймем 50 лояльных электриков, чтобы они сделали нейрохирургическую операцию. Я им говорил это в глаза, епископу Андрею и митрополиту, тогда еще 12 лет назад. Я говорю, вы наймите одного специалиста, который умеет делать дело. Зачем вы нанимаете 10 человек, которые ничего не понимают в пиаре, платите колоссальные деньги за полосы в газетах? Хотя это можно все напечатать так, бесплатно, если это правильно подать. Но нет, это вот такая вот у нас сейчас не то чтобы национальная идея, а концепция развития новой России у нас. Взять на работу любовниц, любовников в пресс-службу, любовниц-любовников, дочерей своих. Вы посмотрите на крупнейшие компании, вот даже в Воронеже. Кто занимается пиаром? Либо близкие родственники, либо любовницы-любовники. Абсурд, казалось бы, пиар это лицо компании, и это должен делать профессионал. Так же, как и в МВД. Почему? Где Владимир Маркин, царство небесное, может, генерал-майор? Но он же ушел задолго до того, как он ушел из жизни, из пресс-службы. Это был гениальный специалист. Истржемский, где они все? Почему вместо них набрали каких-то, как бы это сказать, чтобы под статью не попасть? Как, на мой взгляд, не очень компетентных людей, не очень классно ориентирующихся в кадре, и не очень хорошо делающих свою работу. Значит, это такой российский национальный новый тренд. Брать непрофессионалов, лояльных, лихих и придурковатых, как это было написано в историческом трактате. Поэтому, глядя на многодетных, я смотрю и думаю, будучи профессионалом в этой стране, очень сложно найти работу, высокооплачиваемую. Очень сложно, потому что ты никому не нужен. Если ты специалист, вряд ли ты кому-то будешь нужен. Я не знаю, в чем проблема. Я не знаю, в чем проблема. Они боятся, что квалифицированный специалист будет, ну, как-то может претендовать на место руководителя. Я не знаю, напишите, вот вы сталкивались с таким, что вы квалифицированный специалист, и вы не нужны. На ваше место берут раздолбая, который стоит чуть дешевле, но он веселый и придурковатый. Вот я постоянно с этим сталкиваюсь в жизни. Однажды я снимал фильм о венчании одному очень известному человеку, зовут его Радислав Гондопас. Я сам не знал, кто это такой. Многие сейчас скажут, я не знаю, кто это такой. Хотя, может быть, некоторые скажут, я знаю. Не знал, кто это такой. И я, когда приехал, этот фильм купил его хороший приятель, чтобы сделать ему приятно. То есть, это была оплаченная работа. И я ее делал, как бы, одним днем спонтанно. Я не знал, что меня ждет. Я работал один. То есть, это дорогая работа, сложная, тяжелая физически. То есть, один день снимаешь, потом месяц монтируешь, чтобы это было как фильм. Чтобы это можно было показать по телевидению. И я, когда приехал, говорю, кто это такой Гондопас? Я смотрю, там, жена Реева, там еще жена одного банкира. На венчании, там, какие-то серьезные люди. Вот Анна Бедуецкая, его жена. И с ними, как бы, приехала вторая команда съемочная, которая не знала о том, что я буду снимать. Они свое снимали, я свое. И эта команда, она, видимо, с ним работает постоянно, с Радиславом. И на венчании они, значит, с такой тщательностью снимали заупокойный подсвечник на перебивку. И мне хотелось с ним подойти и сказать, ребят, это нельзя в венчание вставлять. Не знаю, что они там наснимали. Но почему нельзя специалистов пригласить? Или ему нравится, как они работают. А я делаю, на самом деле, работу, которую он может посмотреть через 25 лет. Когда его дети вырастут через 30, через 40, через 50. Когда родители естественным путем уйдут уже в мир иной. А они там рассказывают ворсовых детей, как они их любят. Там родители Анны, не помню, родители Радислава были, или мать его была. Не помню уже. Но дело не в этом. Я делаю работу, которая будет цена через десятилетия. Я ее за этим и делаю. А ребята снимают модно. Но это будет как свадьба Анжелины Джоли. Есть такой прикол в видео. И вот такие у нас везде. И возвращаясь к Софрино опять вот. Я достану это Софрино. Я найду сотовые телефоны. Сейчас майские праздники закончатся. Я куплю все равно этот набор. Но таких наборов Софрино могло продать больше. Потому что если бы оно было доступно. Не все такие. Другой пойдет и у конкурентов купит. Не будет там заморачиваться. И вот у нас везде такие люди работают. Везде. Вот куда ни кинь, там вот такие специалисты. И поэтому у нас все через задницу в стране. Вот все через задницу. Друзья мои. Я вас сердечно благодарю за помощь каналу. Те, кто смотрит это на Дзене. Подпишитесь пожалуйста на основной YouTube канал. Ссылка будет в описании к видео. Это очень важно. И на альтернативные каналы тоже. Я всех поздравляю с наступающим днем победы. Надеюсь я сделаю отдельный ролик еще на 9 мая. Всем желаю добра, благополучия, мирного неба. Настолько, насколько это возможно. Любая, любая плохая ситуация, она все равно закончится. Я очень хочу, чтобы побыстрее настал мир благоденствия и благополучия. В мире, в странах, в семьях и в жизни каждого. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok